Какое впечатление производит данный аромат? Эксклюзив номер 09, Берли Форест. Тема сегодняшнего видео, парфюмерный гардероб. Противоречивые ноты. Я закладывала такую идею. Никогда не скажешь, что это про романтику. Смотрится идеально. Приветствую, меня зовут Валерия Нестерова. И на своем канале я рассказываю о парфюмерии. Тема сегодняшнего видео, парфюмерный гардероб. И разбор аромата из моей коллекции, которая называется номер 09. Эксклюзив номер 09, Берли Форест. Ягодный лес. Это аромат в стиле молекул. И в нем есть такие очень необычные и отчасти даже противоречивые ноты. Давайте обо всем поподробнее. Я буду его наносить на блотер и рассказывать вам о том, как я создавала этот аромат, чем я руководствовалась при создании аромата, какую идею я закладывала в данный парфюм. И чем, какой образ, какое впечатление производит данный аромат. Когда я его дегустирую, слушаю с блотера, я очень ярко и отчетливо слышу аромат ягод. Это черная смородина, это малина, это красные ягоды, это брусника, это клюква. Да, они такие немножечко с кислинкой. То есть очень много ягод. Легкие зеленые, да, ноты даже есть. Это как будто ягодки с листиками у нас, да, они очень сочные, да. Есть оттенки металла, дальше начинают раскрываться, что подчеркивает вот некий внутренний стержень, да, в человеке. И со временем это все начинает уходить в более такое амбровое звучание, как у первой молекулы. Вот, то есть такой структурный аромат. И здесь вроде я говорю вначале ягодки, но они здесь кислые, и они такие немного колючие. То есть они не вот, не романтичные абсолютно, как обычно бывает, да, во фруктово-ягодных ароматах. Здесь ягодки, они такие пронзительные, острые. И вот именно подходящие для сферы работа, для сферы карьера, да. То есть они такие с металлом немножко покалывающие, но в то же время вносящие некую изюминку в ваш образ. Да, если вы, допустим, на работе, в офисе используете красные или ягодные оттенки, это будет то оттенок помады, какие-то предметы, да, в вашем гардеробе, там, допустим, даже браслет красный, либо ногти красные, ягодные, либо сумочка у вас такая, либо брючки, либо костюм, да, что-то из аксессуаров есть, то очень красиво будет данный парфюм раскрываться на вас, да. Он будет подчеркивать цвет, который есть в вашем образе. То есть это такая небанальная история про то, какой аромат можно выбрать в офис, помимо вот деликатных древесных, амбровых, цитрусовых, да, или свежего направления. Как же ягодки включить в рабочую историю? Вот это пример из такого как раз направления аромата. И изначально, когда я создавала ароматы, я закладывала такую идею, как разнообразить, скажем так, будни современной девушки, женщины, которые хочут в офис ходить в чем-то таком, немного с романтичным намеком, но это не позволяет дресс-код. Это как использовать ароматы, фруктовые, ягодные, но которые были бы разрешены по дресс-коду, и которые бы настраивали на работу, а не на романтику и не на флирт. Это вот как раз то именно ягодное направление в сочетании с амбры и с металлом, которое держится в структуре. Вдыхая данный аромат, никогда не скажешь, что это про романтику, что это вот что-то флиртующее. Да, ягодки слышны откровенно, но они очень такие, говорю, с металлическим аспектом, да, колючие, такие собранные, да, это как активный красный, когда вы участвуете на переговорах и красите губы красной помадой, это выглядит красиво, и плюс аромат под ваш образ, да, вкупе все вместе это смотрится идеально, да, это вас изнутри амбра металл настраивает на рабочий, на деловой, на структурный лад. Ягодки, они в данном случае, как цитрусы, выступают неким привлекательным моментом в вашем образе, как красная помада, нанесенная на губы, и люди начинают на вас обращать внимание, слушать вас, да, вот, включают, включаются, да, в ваше восприятие. Поэтому, если вы работаете в офисе, если у вас такая задача стоит, как привлечение к себе внимания, да, и плюс сосредоточение на работе, и плюс для того, чтобы окружающие люди считывали в вас экспертность, то аромат Berry Forest, попробуйте обязательно, он будет как раз способствовать повышению роботоспособности и формированию нужного аромовпечатления, как на вас изнутри, так и на окружающих людей. А для тех, кто уже знаком с данным ароматом, вы можете написать свои комментарии по поводу данного парфюма, насколько вы им пользуетесь, в каких случаях, да, в каких ситуациях. Кто не знаком, хотел бы познакомиться тоже, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Ну, на этом все, увидимся с вами в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!